Продолжение следует... Нет, в Украине будут в городе. Понял. Может, вопросы у вас интересные есть, или на какие темы общаетесь? Да, 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 да. Задавайте. Ну, давайте начнем с... В этот удар. Город Торонто. Еще раз. Город Торонто. Торонто. Канадцы говорят Торона. Никто так называет. Ти-о говорят, канадцы. Как? Ти-о. По первой и последней буквы. Ти-о. То есть Ти-у или Торонто? Торонто это официальное название. А в разговорной речи можно произвать Ти-о. То есть Торонто это... Я не слышал. Может, где-то и говорят... Ти-о, это Торонто? Ти-о. Ну, хорошо. А Торонто? Где-то? С пятого года. А почему вы заходите под ИПН? В данном случае, чтобы найти русскоязычных собеседников. Чтобы найти русскоязычных собеседников. Собеседников. А почему не в России? Почему везде? Что не в России? Не понял. Ну, да. Выбирать нужно. В России или везде? Ну. Мы выбрали везде. Мы не стоим от России. Ну, ё-о-о. Как раз я Россию выбрал. Вы попались. Бывает. Не обязательно... Нет, не бывает. Бывает, бывает. Проверите потом. Вы выбрали в России? Не обязательно. А зачем? Ну, потому что я не только из России. И не столько из России еще собеседников. То есть вы выбрали не Россию? Я... 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 Вы выбрали только Россию. Правильно? Ну, да. Я... До того я... До того я выбирал Россию. Знаете, как русского можно определить чат-рулетки? Ну, ну... Ну, рассказывать. Я слушаю. Он брет. Он к конкретному слову брет. Понятно. Врут... Начинает говорить. Начинает брать. А почему и зачем? Да. Он не понимает. Чат-рулетки, когда... Чат-рулетки, когда в рот, это называется троллинг. Ладно. Вы зачем? Подождите. Ну, какой троллинг? Я скажу. Вы зачем собрали? Ну, чтобы... Я... Я... Не соврал. Как это не соврал? Я что же записывал? Ну, пишите. Пишите. Тоже записывал. Нет. Просто я вам объясняю. Минут 10 назад у меня был в Алканте. Была Россия. А потом я поменял на Алкантрис. Ну, немножко забыл, что я поменял. Да. Ничего страшного. Не придирайтесь к пустякам. У вас есть... У вас есть вопросы по... Ну, нормально в Торонто. Не жалуемся. В 2006 году вы сказали так. Вы что, проверяете на... Опять на вранье? Я сказал вам с 5 года. Нет, нет. Да может быть. Нет, мне 6 год не важно. В 2010 году вы в Торонто проявили. Не придуривайтесь. Я вам сказал с 5 года. Я вас плохо слышу. Видите, у меня действительно по-пустякам. Не придуривайтесь. Я вам сказал с 5 года. С 5? Ну, с 10? Какая разница? В 2010 году в смысле с нулевого будет 10. В 2010 году. Ну, если... Это называется... Это называется нулевые. А 10-е это с 11-го по 20-е. Это 10-е. Ну, не так. Не так. Загладят. Вы правы. Давайте по существу. Это вот эти вот, так сказать, бодания лингвистическими тонкостями. Они, может, интересны, конечно, для специалистов. Но не для контента. Не для вашего. Не для моего. Как, кстати, ваш канал называется? Я пока что еще не на каналы работаю. Я пока что так. На себя. Записывайте на себя. Ну, окей. У вас есть вопросы поинтереснее? Да, мне интересно было, почему я и спросил, чтобы нас с нулевых специальных объектов попали. Почему вы... Что вы подтвигло переехать с России в Канаду? Теперь я вас могу лечить либо во лжи, либо в неадекватном толковании. Откуда вы взяли, что я с России переехал? По мотивам того, что я выбрал российский VPN? Или по иным мотивам? Не-не-не. По первому. По первому. То есть, если бы я выбрал албанский VPN, вы бы сделали вывод, что я уехал из Албании. Так, что ли? По вашей логике. Если бы вы выберете албанский VPN, я бы с вами контролился бы на международном. Ну, это да, это понятно. Но неважно. Вы сделали... Неважно. Мы сейчас можем говорить на английском, если хотите. Это же не принципиально. Важен ваш вывод. Вы делаете вывод, что человек уехал из такой-то страны по... По тому факту, какой он VPN выбирает. Я вас понял, да. Моё предположение было видно для вас? Нет, нет. Просто я хочу понять новое шлое. Это нормальное предположение. Оно имеет определенную степень вероятности, даже большую, нежели иные предположения. Практически непосредственно. Да. Просто я вам уже сказал, что цель моя найти русскоязычных собеседников, и для этого логично выбирать прежде всего в России. Я же говорю об этом. А если... А если бы я... А если бы я хотел найти, например... Если бы в августе было нету, то мы говорим о том, что мы не из России. Вы профессионируете себя никак не в России. Откуда вы, скажите, пожалуйста? Сейчас я закончу мысль, а если... Я закончу мысль, а потом отвечу на ваш вопрос. Если бы, например, я имел цель иметь башкироговорящих собеседников, я бы выбирал только Россию. Ибо в иных странах, как правило, я бы ничего не нашел. А вот русскоязычных, да, я мог выбрать как Россию, так и не Россию. Хорошо, что вы хотели узнать? Я и вам сказал, я из города Торонто. Я услышал, я и спрашивал, откуда вы эвакуировались в 2005 году. Из Харькова. Да. Ну, в Канаду престижно эмигрировать. Если бы я эмигрировал в Албанию, это было бы спрашивать. А в Канаду есть возможность, есть, так сказать, определенный образовательный языковой уровень, то и тогда, и сейчас в Канаду престижно эмигрировать. То есть, если вы говорите, что ваша цель была престиж, то мне кажется, что вы подбираетесь, что это не престиж была ваша цель. Почему-то я уверен. Ну, вы можете оставаться. А можете высказать свою версию, мне тоже она интересна. Потому что вам хотелось приехать к страну, где легче люди живут. Но это не престиж. Ну, это же связано. В страну, где легче и, как вы говорите, и удобнее живется, как правило, эмигрировать престижно. Поскольку эта страна богаче. В бедную страну... Нет, она не так работала. В бедную страну, например, в Эфиопию эмигрировать непрестижно. И именно потому, что она бедная, и там живется хуже. Вот вся логика, она элементарная. Это не разница в тёмном и мягком. Понимаю. Ну, это... Я провел аллегорию. А тут намного большая связь, чем в вашей аллегории. Если страна престижная, в ней жить, как правило, лучше, и страна богаче. Вот и всё. В ином случае, вы эмигрировали, у неё не было престижно. Прямая связь логическая. Почему вы не понимаете, я не пойму. Конечно. Я пойму. А почему вы выбрали Россию для общения? Ну, вы... Опять меня хотите поймать на лжи? Я же вам... Я же вам пояснил, чтобы выбрать... Хорошо, хорошо. Я вам уже объяснил это. Я же вам уже это объяснил. Для того, чтобы найти русскоязычных собеседников. Когда... Я, бывает, не ставлю VPN, у меня попадается Канада на 50%. Не смотря на то, что я выбрал другую страну. Поскольку, если вы ходите в чат-рулетку, знаете, что помимо страны, которую вы выбрали, с той же степенью вероятности попадается страна вашего G-location. Вот и всё. Записать интересный контент для русскоязычных зрителей. Ну, и какой консистент, кто вы имеете в виду, какая возраста, какая цель, какую направлечь... Ну, это говорите, я понимал. Ну, обычно, так сказать, на что... На какую тему хочет говорить собеседник, то и тема обсуждаем. Так. Ещё какая-нибудь тема есть у вас? Ну, я знаю, что многие из ваших любят эти темы. Мне больше интересны темы... Ваши предыдущие из кого? Ну, из... 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 Украины... Наша с вами видео вы удалите. Почему? Не знаю. Что там не подсказывает? Да, наоборот. Оно немножко, может быть, будет неинтересное, но нормальное видео. Почему я должен удалять? По каким мотивам вы бы на моём месте удалили? Тогда менялся к предыдущему вопросу. Слушай вас. Ну, я его задал. Ну, вы меня... Да. Ну, потому что я, по крайней мере, я гражданин Канады. И вас могу называть они. Ну, когда я бы не был, когда я не был гражданином Канады, я вас не называл они. Кроме того, я не являюсь патриотом Украины. Харьковчан, я не буду называть они. Я буду называть их земляки, там, или мы. Ну, ладно, это же не придирайтесь. Мне эта тематика не очень интересна, тем более вы довольно, так сказать, субъективно воспринимаете эти термины. Мне больше... Если вас интересует, можем побеседовать о внутренних проблемах Украины, если вы согласны. Или Канада. Ну, Канада это вам не интересно, а вот Украина, наверное, будет взаимоинтересна. Можно я еще чуть-чуть, скажем так, не то, что отвечу на вопрос, но вопрос. Расширю ваш вопрос, а вы мне уточните. Да, да, пожалуйста. Вы сказали, что вы не являетесь инвестором Канады, глава Канады, глава Канады, вы сказали о том, что вы гражданин Канады, в 2006 году ехали в твоих гражданах, и чем? Ну, гражданин Канады я стал, естественно, позже, это я эмигрировал в 2005 году, опять пытается меня на годе понимать, ну, неважно, да. Ну, потом спросили, потом купить, я понял, это как-то по-другому словам, да, я понимаю. Это называется permanent resident. Почему? Мне интересно, что происходит в Украине. Я обычно обсуждаю, вот... Мне кажется, это не совсем так. Вот мне почему-то кажется, что вы уехали, и вы сейчас видите это со стороны того, как страна, которая вам создает впечатление человека, который уехал со страны, которые вам очень нравятся. То есть, если какие-то трехратистики или, да, кемпрократические претензия, что происходит, от слова, ну, по-третьему, да, от слова, вы все понимаете, что такое... Ну, я понимаю, то есть, я... Я не чувствую себя в Украине, то есть, ты себя в Украине не чувствуешь, вот так вот, по-простому, правильно ли это? Ну, и да, вы же правильно определили мою этническую принадлежность сначала, да? Нет, ну, дело в... Вот, вот, наконец-то он выйдет, слава, вот. Хорошо, я понимаю, что это происходит. Ну, вот вам ответ на вопрос. Я ничего... Нет, если вас интересует вот более расширенный вопрос, ответ на этот вопрос, я вам скажу, что я, в принципе, понимаю, что если есть ваш этнос украинский, он вправе иметь свое государство. Но я против того, чтобы он имел государство в тех большевистских границах, которые ему начертили большевики в свое время. То есть, все проблемы на... Все, все проблемы на... Все... Все... Все проблемы на постсоветских пространствах, не только ваши, но и остальных, в остальных местах постсоветских, от чего? От того, что большевики заведомо неадекватно чертили республиканские границы, а СССР тупо распался по этим неадекватным границам. Слушайте, откройте мне, пожалуйста, вот этот секрет. Я его натипой, я не не понимаю, честно, я... Я знал, что ты таких людей, я о них слышал, их много, но вот вы мне попались в живую. Скажите вообще, как у вас в голове нажимается, как СССР? А потом мигранты в Канаду с ностальгией про предыдущие беда. А в чем ностальгия? Я, например, противник СССР. А вы противник СССР? Ну, вы неправильно поняли. Я вообще считаю СССР незаконным, ну, если так утренно говоря, незаконным гособразованием, ибо он управлялся преступной партией. Партией большевиков, которая потом в конце называлась коммунистической. Почему преступной? Потому что вот все вас обвиняют в ваших Укромайданах, да, 5-го года, 14-го. А на самом деле с кого вы пример взяли? С большевиков. 5-го января 1918 года, если вы в курсе истории, предошел первый паровоз ваших Укромайданов, когда большевики разогнали учрительное собрание. То есть проиграли выборы, предварительно на них согласившись. И им не понравились результаты, они разогнали вновь избранный парламент, если вы в курсе. И пришли к власти сначала, объединившись с левыми эсерами, а 3-го июля того же года подавив их. Это вот вам небольшой экскурс в историю. Я слушаю вашу экскурс в историю. Я вспоминаю, я сильно вспоминаю, я забыл фамилию человека, это российский писатель, который пишет, ну, как, реализм, ну, параллельно вселенной. Ну, я вас не видел, но неважно. Это же не, так сказать, не жмеринка, чтобы была весьма большая вероятность встретиться. Но неважно. А что... Нет, ну, если в ретро смысле я, конечно... В ретро смысле я, конечно... Ну, в ретро смысле, да, в ретро смысле я не оспариваю. А если вас интересуют вот современные мои желания, я, скорее всего, проза... Можно вам задать вопрос? Задавайте. Нет, но интересно. А где кончается Россия? Возьмите карту и посмотрите. На разные моменты исторических времен, времен Россия... Ну, в любой исторический период Россия кончается там, где ее проходит граница. Ну, как любая иная страна. Нет, может, вас моя позиция по Крыму интересует. А, не ясно. Ну, а что вам ясно? Вот интересно, какое ощущение создалось. Вы говорите, что какая ваша позиция? Нет, вы говорите, что ясно. Вы говорите, ясно. Ну, вы будете слушать позицию. Для вас он, конечно, украинский, поскольку вы по-идому думать не можете, иначе за вами из ГУ приедет. Что касается Крыма, я не Крым нашивец. Я считаю, что присоединение Крыма, это ошибка Путина, поскольку он допустил этим эксцесс косовского прецедента. Оптимальным... Вы еще не услышите. Я вам сказал правильно, я вам сказал правильно. Ваша позиция заключается в проектовании тех вещей, которые произошли. Слушайте, ну я же уже их смотрю, я понимаю, что это здесь и так далее. Вот я хотел вспомнить и с ним. Вы фразу поняли мою? Обождите, вы мою фразу поняли? Эксцесс косовского прецедента или нет? Нет, нет. Дайте попробуйте. Правильно? Ну, вы же это сказали, вы это сказали. Вы поняли мою фразу? Эксцесс косовского прецедента или вам ее расшифровать? В чем он заключается? Я не могу логинить практику. Ну, я вам объясняю. Эксцесс это превышение. То есть оптимальным для тех целей, которые ставила перед собой Россия, наиболее логичный был абхазский вариант. То есть отжать у Украины, признать независимость, но не присоединять Крым к России. Вот тогда бы не было эксцесса косовского прецедента. А присоединяя Крым к себе, Россия допустила эксцесс косовского прецедента, вследствие чего получила санкции. Вот это была ошибка. Это мое мнение. Я вам больше скажу, что вы за умными словами прячете вашу кошку. И почему-то вот сейчас, когда вы это сказали, мне кажется, что вы даже сами понимаете, где-то вы ушедете сам себе. В чем я логу? Нет, меня интересует, в чем я лгу, по вашему мнению. Вы хотите сказать, и все, что вы только что говорите, это второй вариант. Вы мне ставили в ухо, в том, что я, как вы сказали, вы меня поправляете, извините. Я в рамках пракую в действительность, потому что я как-то заангазировал. Я вам больше скажу, что я думаю в этой стране, поэтому я вижу что-то в Киеве. Ну я понимаю, вы патриот Украины, это нормально, тем более вы живете в Киеве. Для киевлянина это естественно. Я же в Киеве, это не значит, что я буду на какой-то время. Для киевлянина естественно быть патриотом Украины, потому что Киев бенефициар укрдержавности. А Харьков тот же потерпевший, например. Это мое мнение. Она основана на финансовых потоках, которые я анализировал в нулевые годы. То есть Харьков регион донор, его метрополия обирает, пользует себя. А метрополия это вы. Метрополия это вы. Город Киев. Ну официальный Киев метрополия. Нет, Донбасс не является регионом-донором. Регионы-доноры, если вы потом погуглите карту регионов-доноров... Ну Харьков реально воскоривает, а Донбасс воскорбил по мнению Донбасса. А почему я не могу сказать, выросить мысль, что вы думаете, что Харьков нас кормил по мнению Харькова? Потому что есть официальные данные. Откройте, потом я вам говорю, погуглите карту регионы-доноры Украины. В ней три постоянных донора. Это... Ну, делайте, я просто помню. Я вам называю, потом проверите. Регионы-доноры Украины. Три постоянных, но это на 16-й год, правда, потом я не проверял. Это Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области. Которые постоянные доноры. И два донора переменных, которые то и появляются в зависимости от года в донорах, то и исчезают. Это Одесская и Львовская области. Вот это вот и есть реальные регионы-доноры. Есть еще фискальный донор, формальный, город Киев. Но это фискальный донор. Он только как кассир выступает. Если вы мне возразите, что самый крупный донор Киев, да, формально, как кассир, да. Вы говорите о том, что Львовская область есть донором? Да, в этом году я не знаю. Львовская область переменный донор. То появляется в донорах, то исчезает. Это все по данным на 16-й год и ранее. Потом я не анализировал. А Харьковская, Днепропетровская и Полтавская области постоянные доноры. Потом проверите. Потому что это затягивание контента не очень интересно. Если у вас другое мнение, можете прямо высказать его. А Донбасс... Какое у меня может быть мнение, если вы говорите? Я смотрю на 16-й год. Четыре года прошло. Ну, а с Донбассом интересная ситуация. Он, суммарно, он не был донором у вас. Но как валютный он был донор. То есть уголь продавался. И вот чисто если исключить гривни в оборот, по валютным оборотам он был донор. Но суммарно вместе с гривнем он не был. Поэтому они вот акцентировали внимание, что они кормят типа вот валютной выручкой. На работе, на английском, в магазине на английском, со знакомыми с русскоязычными на русском. Ну, я понимаю, что это нормально. В основном, я не знаю, как у вас выглядели, но работа до русскоязычного. Ну, сейчас, когда коронавирус больше на русском, а до коронавируса больше на английском. Ну, в принципе, я вас понял хорошо. Ну, понятно. Ну, хорошо, хорошо. Если у вас вопросов больше нет, то приятно было побеседовать. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok